Привет, друзья! Наконец в информполе поползли кадры горящих леопардов. Я надеюсь, наши не засут и решатся притащить к московским посольствам уважаемых партнеров, соответствующую стране маме, технику. Горелый леопард к колбасникам на Мосфильмовскую, Абрамс на Новинский бульвар у Садового кольца, челленджер к Бритам на Смоленскую набережную, а дальних родственников нашего Т-72, польские танки ПТ-91 «Тверди», которые мои друзья, танкисты 42-й мотострелковые, уже полгода разделывают на Орехи под Запорожьем, выстроят на улице Клемашкино, недалеко от Белорусского вокзала. Причем, учитывая историю с русской школой в Польше, надо бы не церемониться и разгрузить их прямо у парадного входа под окнами, а рядом сделать лавки с патриотическим Z-мерчем и автомат приема инвестиций в наши FPV-дроны, тепловики и вообще на армейку, чтобы каждый, отправивший копеечку, мог бы лично пощупать руками результаты, подумать про себя, как же клево я проинвестировал. А каждый москвич или гость столицы, солнечного Узбекистана, Киргизии, да и с Китая, например, мог бы сфоткаться рядом, да, роднее символично отправить. И по СМИ телегам разойдется в правильном ракурсе. В общем, идея отличная. Давайте в информационной войне двигать правильные темы, коль они, наконец, появились и идут к нам в руки. Каждую единицу вражеской техники, которую натовские ублюдки натащили на Украину, расстреляв русским оружием, надо устанавливать напротив соответствующего посольства, использовать и в медийке, и в пропаганде, и в воспитании детишек от 5 до 65 на максимум. Одними унылыми псевдоэкспертами на ток-шоу «Медиа войну» не выиграть. Это 100%. Такие дела. Ваша Марьяна Наумова.